итак приветствую вас уважаемые зрители в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о земляники лесной расскажу я вам какими полезными свойствами обладает это растение где землянику применяют в народной научной медицине узнаем какие вещества входят в ее состав есть ли какие-то противопоказания к применению расскажу рецепт приготовления лечебного настоя начнем пожалуй с описания и характеристик этого растения итак земляника лесная это многолетние травянистые растения относится она к семейству розовые высота земляники от 5 до 30 сантиметров имеется у растения длинные ползущие побеги благодаря которым происходит вегетативное размножение земляники корень у растения короткий тонкий цветы белые собраны в щитковидное немногочисленное соцветие период цветения май и июнь стоит отметить что земляника лесная является одним из первых растений которые точнее ягод одной из первых ягод которые человечество стало употреблять в пищу имеется свидетельство что еще во времена миолита земляника входила в рацион человека то есть еще во времена каменного века употребляли в пищу эту ягоду что касается распространения то встретить землянику можно во многих странах растет она во всех районах европейской части россии на украине в беларуси в горах казахстана на юге таньшане на кавказе и во многих других местах растет даже в некоторых районах африки растет земляник обычно в светлых лесах на пушках на полянах на лесных вырубках также среди кустарников иногда можно найти землянику что касается ягод то созревают они в июне в июле в некоторых случаях даже в августе так посмотрим как как еще называют землянику лесную называют ее дикой земляникой суницей и поземкой но также еще земляника обыкновенная но это скорее всего скорее такое научное название давайте посмотрим теперь на химический состав этого растения итак составе земляники найдены витамины группы b точно знаю что содержится в растении витамин b1 и фолиевая кислота то есть витамин b9 довольно много в землянике витамина c также входят каротиноиды состав органических кислот и такие как яблочная лимонная и хинная сахара флавоноиды дубильные вещества содержится в основном в корнях растения кстати с лечебной целью используют практически все части земляники но чаще всего это конечно же ягоды и листья так далее в составе найдены пектины и минералы такие как железо большое содержание железа фосфор марганец и кобальт ну и посмотрим где же используют землянику лесную в народной медицине и в каких заболеваниях она помогает применяют ее как общеукрепляющие при гипертонии при атеросклерозе при подагре вот может кто знает был такой шведский врач карл линый довольно известный врач так вот он смог с помощью ягод земляники излечиться от подагры далее землянику используют как противоглистное средство в этом случае рекомендую съедать до 3 килограмм ягод в день применяю также при нарушении обмена веществ при анемии и при болезнях сердца перейдем к научной медицине посмотрим где же традиционная медицина используют землянику было установлено что земляника обладает мочегонными и желчегонными средствами свойствами точнее извините помогает при авитаминозе используют ее как судорасширяющие кстати научно было доказано что отвар из листьев земляники замедляет сердечный ритм при этом увеличивается амплитуда сердечных сокращений и расширяются сосуды также рекомендую землянику при диабете при малокровии и при заболеваниях суставов таких как подагра артрит артроз да еще в народной медицине некоторых стран землянику применяют при туберкулезе легких и при бронхиальной астме каких-либо противопоказаний к применению ягоды мне найти не удалось в редких случаях возможны аналогические реакции проявление крапивницы и тому подобное ну и поговорим теперь о заготовке лекарственного сырья заготавливают обычно листья и ягоды земляники листья срывают период цветения то есть это мать и июнь до образования плодов желательно сорвать листья без черешков и затем уже их сушат в тени под навесами на свежем воздухе либо в помещении также с хорошей вентиляцией использовать сушеные листья можно в течение одного года и теперь что насчет ягод их также сушат сейчас очень популярна сублимированная сушка земляники но в домашних условиях ее не выполнить поэтому ягоду собирают в июле в августе собирают ее утром когда сойдет роса либо вечером после чего сушат в специальных сушилках либо в печах при температуре не выше 60 градусов ягоды насколько я знаю могут храниться до трех лет используют их как витаминное средство в основном и при малокровии так ну и на последок расскажу вам рецепт приготовления настоя который как раз таки помогает при анемии готовится настой очень просто готовят его из листьев для этого понадобится столовая ложка сушеных листьев заливают их стаканом кипятка затем настаивают 20 минут затем процеживают и выпивают в день нужно выпивать до 4 стаканов такого настоя на этом все всем спасибо за внимание будьте здоровы всем пока